Здравствуйте! Эфир телеканала СКАД продолжает новости СТВ. В студии Екатерина Алексеева. Еще 75 жителей региона выявили коронавирус. 36 изобразившихся обнаружили в Самаре, 12 в Тольятти, 5 в Похвестнево, 4 в Похвестневском районе, по 3 новых случаев в Кенель-Черкасском и Безенчугском районе, по 2 в Кенеле, Новокуйбышевске, в Борском и Красноярском районе, по 1 в Октябрьске, в Волском, Нефтегорском и Хворостянском районах, сообщили в региональном оперштабе. У 21 пациента COVID-19 обнаружили во время проверки контактных с ранее заболевшими. Такой же диагноз подтвердился у 50 пациентов с неболичной пневмонией и ОРВИ. Четыре случая выявили на предлактическом осмотре. Таким образом, с начала пандемии новую коронавирусную инфекцию в Самарской области подхватили 8056 человек. Большинство из них уже выздоровели 6487. Увы, но с новой инфекцией не смогли справиться 123 наших земляка. В праздничных линейках 1 сентября в этом году смогут принять участие не все школьники. Торжественный первый звонок прозвенит только для учащихся первых и одиннадцатых классов. При этом одновременно на празднике должны присутствовать не более трех классов. Если же в параллели классов больше, то линейк будет несколько. На линейке будет действовать масочный режим. Но детям его соблюдать не обязательно. А вот родители должны будут надеть маску. В день знаний своей двери откроют 707 школ региона. В Самарской области в ближайшее время откроют своей двери 42 новых центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». В эти дни проходит специальный обучающий семинар для педагогов, которые станут наставниками в этих подразделениях. В течение четырех дней обучения пройдут 56 человек со всего региона. Обо всем подробнее расскажем далее. На этот раз за партами не ученики, а педагоги. Впрочем, сам процесс получения новых знаний не всегда проходит в формате лекции. Скорее наоборот, здесь больше практики и проектной работы. Мы сегодня занимаемся второй день. И уже чувствуется, скажем, прилив большой знаний, которые дают нам педагоги Кванториума. То есть мы учимся проектной деятельности, учимся работать на современном оборудовании, которое будем использовать в своей деятельности. Ну и всему новому, всему эмоционному. Мы изучаем подключение шлема виртуальной реальности, приложение, то есть программное обеспечение, которое нам будет необходимо для работы. Вчера мы изучали промробототехнику, приложение и способы практикиориентированной работы. То есть все полезное, то, что нам будет пригождаться. Обучение направлено на формирование конкретных навыков работы с техникой и использование ее в образовательном процессе. Занятия проводят наставники детского технопарка Кванториум 63 регион и руководители действующих центров «Точка роста». Они делятся своим опытом и рассказывают о своих достижениях. Я рассказываю о направлении геоинформационной технологии. Самое интересное направление – это и квадрокоптеры, это и моделирование, это и фотограммометрия. И IT-направление, IT-квантум – это небольшая часть программирования, то, что может понадобиться учителю. Сами по себе точки роста, они отличаются немножко от того, что мы привыкли видеть. Здесь все заточено на групповую работу детей. Если раньше мы всегда каждый сам за себя, грубо говоря, он готовится, серьезно подходит. Но когда сейчас приходят в крупную компанию, там уже не принято работать по одному, там работают группы. И вот как раз сама по себе все, что делается в «Точке роста», направлено на работу в группе. Семинар рассчитан на четыре дня. За это время обучение пройдут 56 наставников из 42 новых центров «Точки роста» со всего региона. Структурные подразделения планируют открыть в ближайшее время в рамках нацпроекта образования. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. Вода в подвале и прогнившие трубы. Жители дома номер 7 по улице Корабельная уже не знают, куда обращаться за помощью. Управляющая компания обанкротилась, а новые брать такой дом на обслуживание не торопятся, жалуются люди. Об очередной коммунальной беде жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Тут была вода буквально неделя назад, примерно вот такой уровень. Сейчас там ее нет практически, но очень сыро. И вот сейчас увидите, отсюда буквально вылетают всякие мошки. Настоящий потоп здесь начался еще весной, рассказывают жильцы. Вода долго стояла в подвале. Ситуацию частично удалось решить. Впрочем, в самом здании все осталось, как и прежде. Трубы здесь не меняли как минимум 60 лет, жалуются люди. Трубы сгнили. Их все проржавели. Трубы надо менять. А трубы вот только недавно поменяли. Здесь вот поменяли. От колодок сюда поменяли. А дальше надо еще. Там тоже труба уже гнила. Дальше, говорят, это ЖКС. Вы можете дома сесть. Вот этот подваль вот здесь у нас. Вода там села. Когда они копали, вода шла на сутки. Вытекала из подвала, уходила сюда в яму. Вот они потом сделали, труб провели и засыпали обратно. По словам жильцов, в доме много проблем. Но решать их сейчас некому. Там все трубы сгнили в доме. А в доме нам делать некому. ЖКС нам все время говорят, что она обанкротилась. У нас вообще ЖЭО у нас нету, которая нас обслуживала. Я и весной звонила слесарю. Он говорит, я с февраля уже не работаю. Нам не платили зарплату. И никого нету. Мастер вообще же в прошлый год уволилась. Она говорила, ищите управляющих, компанию. Но нас никто не берет. Вот придут, посмотрят на наш красивый дом, на нашу крышу, на наши трубы и говорят. Ой, у вас денег на счету нету. У вас всего 8 квартир. Накоплений нет. Люди пытаются решать проблемы самостоятельно, по мере своих сил. Большинство за свой счет поменяли трубы отопления в своих квартирах. Ведь зимой все замерзали. Но, несмотря на это, жильцы продолжают оплачивать все квитанции, в том числе за капремонт. Капитальный ремонт мы не знаем. Но, скорее всего, не будут. Они сказали, у вас вряд ли будут. Ваши дома под снос. А вот женщина с второй квартиры ходила и говорила, ваши дома сносить не планируется. Люди уже не знают, куда обращаться за помощью. Ведь дом пора готовить к зиме. Диктор Алексеев и Дмитрий Лукин, СТВ Задержание наркоторговцев в Тольятти и ДТП с пострадавшими в Самаре и в Сызранском районе. Обо всем по порядку в обзоре происшествий. Два человека пострадали в результате ДТП на трассе М5 «Урал». Авария произошла около двух часов ночи 25 августа в Сызранском районе. По данным ГИБДД, 22-летний водитель вазовской восьмерки выехал на встречную полосу и машина столкнулась с грузовиком, а затем с легковушкой. В результате ДТП травмы получили предполагаемый виновник и пассажир восьмерки. Их доставили в больницу. Один человек пострадал в результате ДТП в Самаре. Авария произошла в полдень на улице Нагорной. По данным полиции, при проезде перекрестка 47-летний водитель Киа не уступил дорогу вазовской приоре. В результате столкновения ее водитель получил травму и медицинскую помощь ему оказали на месте. До 10 лет лишения свободы грозит 37-летнему жителю Тольятти. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Мужчину задержали возле одного из домов на улице Спортивной. В ходе досмотра у него было обнаружено два свертка с синтетическим наркотиком. Позже зелье нашли и в его квартире. По данным полиции, он приобретал наркотики через интернет, затем продавал их. Сейчас полицейские устанавливают каналы поставки. И в продолжении темы происшествия. В Самаре проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в многоквартирном доме на улице Аэродромной. Огонь вспыхнул 25 августа около 6 утра в квартире на пятом этаже. Изначально площадь пожара составляла порядка 30 квадратных метров. В ликвидации были задействованы 17 человек личного состава и 6 единиц техники. Огонь удалось потушить в течение получаса. В результате пожара погибли три человека. Это 88 и 58-летние женщины, а также 36-летний мужчина. По предварительным данным, двое из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. По одной из версий, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту ЧБ назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. К новому учебному году готовятся не только школьники и учителя, но и сотрудники Росгвардии. Под охраной ведомства в регионе находятся более полутора тысяч образовательных учреждений. В одной из самарских школ сегодня были отработаны действия по задержанию преступников. Павел Бымаков с подробностями. Двое изрядно подвыпивших молодых людей ради забавы решили прогуляться по школе. Уже на входе стали грубить охраннику и распускать руки. Женщина сразу же вызвала сотрудников вне ведомственной охраны. Как правило, на вызов группа задержания прибывает в течение нескольких минут. То есть установлена здесь кнопка тревожной сигнализации. Когда сигнал тревоги поступает в наше подразделение, группа реагирования незамедлительно, где бы она ни находилась, выезжает на тот объект, где сработала сигнализация, выясняет причину и дальше действует по обстоятельствам. И маршрут составлен именно таким образом, чтобы группа задержания, она, во-первых, знает те объекты, которые расположены в зоне ее реагирования, которые подключены на кнопку тревожной сигнализации. И они сделаны высчитаны и просчитаны с тем учетом, чтобы группа минимально могла затратить время для прибытия на сигнал тревоги. Школа является объектом особым. Чаще всего на вызовы. В образовательные учреждения приезжают сразу два экипажа. При этом соблюдаются все меры предосторожности. Двое сотрудников входят в здание. Еще двое остаются снаружи, чтобы быть готовыми к любой ситуации. Все, выходим. Вот он. Стой! Уйти далеко играющему роль злоумышленника не удалось. Его скрутили на выходе из здания. Оказывается, противление задерживайся. Так. Сидишь, я тебе говорю. В ходе тренировки внимание обратили на правильность действий не только бойцов Росгвардии, но и охранника образовательного учреждения, который должен четко знать инструкцию и иметь при себе документы. В ходе проведенных проверок в регионе было выявлено 14 правонарушений со стороны сотрудников частной охраны. Наиболее частными нарушениями является осуществление охранных услуг работниками, не имеющими при себе удостоверение частного охранника, личных карточек частного охранника. Реже встречаются такие нарушения, как оказание охранных услуг лицами, не имеющими правового статуса частного охранника. В рамках подготовки к новому учебному году в регионе сотрудниками Росгвардии, которые вошли в состав межведомственных комиссий, было дополнительно проверено более тысячи образовательных учреждений на предмет антитеррористической защищенности. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.